Продолжение следует... 24 сентября 2011 года в Москве состоялся 6-й съезд политической партии «Справедливая Россия». Съезд, проходивший в период подготовки к выборам 2011 года, определил основным в повестке дня принятие предвыборной программы партии и утверждение списков кандидатов в депутаты Государственной Думы 6-го созыва. В работе съезда приняли участие 315 делегатов. Председательствующим на съезде был избран председатель партии Николай Левич, секретарем съезда депутат Государственной Думы Татьяна Москалькова. В адрес съезда поступили приветствия от социалистических и социал-демократических партий Европы, от президента социалистического интернационала Папандрео. Председатель партии Николай Левич, выступив перед делегатами и гостями съезда с докладом на тему «Актуальная политическая повестка дня и задачи партии «Справедливая Россия» на выборы в Государственную Думу 6-го созыва», заявил о построении новой социал-демократической партии, присутствие которой в парламентах и представительных органах власти является значительным шагом в развитии парламентаризма и демократии в России. Николай Левичев отметил, в партии работают 83 региональных и 2373 местных отделения во всех субъектах Российской Федерации. В региональных парламентах действуют 72 фракции и депутатские группы. В представительных органах субъектов Российской Федерации работает 293 депутата. В органах местного самоуправления 4686 депутатов. Это свидетельство растущей силы партии, ее сплоченности и единства. Дорогие друзья, товарищи, пять лет назад мы с вами объявили о создании новой социал-демократической партии. Сегодня можно с уверенностью сказать, мы ее построили. Мы научились эффективно защищать интересы тех, кто отдал нам свои голоса, кто поверил в нас, кто все эти годы нас поддерживал. Мечта миллионов о появлении в парламенте современной партии, отстаивающей принципы социальной справедливости, уже осуществилась. Николай Левичев также высказался о экономической и политической ситуации в стране. Наша идеологическая позиция сформировалась в политической борьбе на федеральном и региональном уровне. В ходе общения с людьми в предыдущих избирательных кампаниях жизнь подтвердила правильность нашего курса и привлекательность новой социалистической идеологии. Говоря о предвыборной стратегии, Николай Левичев отметил, что партия предлагает социал-демократическую платформу как идейный фундамент прогрессивного общества, как альтернативу авторитаризму и людоедскому либерализму. Наш главный козырь в том, что все четыре года работы в Государственной Думе депутаты нашей фракции каждым своим законопроектом реализовывали наши программные установки. Да, наши законопроекты заблокировали фракции «Единая Россия», но давайте все-таки вспомним эти законопроекты. Прогрессивное налогообложение, налог на роскошь, закон о тарифах естественных монополий, их ограничений, закон о строительных сберегательных кассах, об отмене ЕГЭ, о недопустимости расширения платных услуг в системе здравоохранения и образования, о продлении срока получения детских пособий до двух лет, я могу долго продолжать этот список. Найдите хоть одного простого человека в России, который был бы против наших законопроектов. Николай Левич подробно остановился и на тактике избирательной кампании, отметив, что основная тяжесть ежедневной кропотливой работы с избирателями ложится на региональное отделение. Заканчивая свое выступление, Николай Левичев сказал. Российские социал-демократы никогда не сомневались в творческом потенциале собственного народа. Его способности и готовности использовать демократические процедуры и институты, наработанные в истории человечества. Мы убеждены, что идейная основа общественного согласия, без которого невозможно представить прогрессивное развитие общества, является построение социальной демократии. Прогрессивное общество – это то общество, которое знает, к чему стремиться. У нас с вами есть картина будущего, которую мы должны сделать реальностью. Социальная демократия и солидарность обеспечат справедливое распределение накопленных национальных богатств, искоренят социальную апатию и нигилизм, дадут стране мощный импульс развития. И смею надеяться, что партия «Справедливая Россия» сыграет в этом историческом процессе решающую роль. Спасибо. С программной речью по итогам обсуждения предвыборной программы партии перед делегатами и гостями съезда выступил лидер партии Сергей Миронов. Предстоящие выборы, без преувеличения, будут судьбоносными для нашей страны. В последнее время, несмотря на все усилия власти, Россия остается, к сожалению, государством с неразвитыми общественными институтами, сырьевой экономикой, тотальной коррупцией, продажными судами и политическим монополизмом. В отличие от других партий, у «Справедливой России» есть своя идеология. Наша цель – новый социализм, объединяющий людей вокруг ценностей, имеющих глубокие исторические корни в России. И все это четко и ясно изложено в нашей программе. Сегодня люди видят нас единственного серьезного оппонента ныне действующей власти. Конструктивного оппонента, который критикует власть четких идеологических позиций. Процитирую письмо нашего старейшего избирателя, ветерана Великой Отечественной войны, Генриха Когосовича Эльберта из Нижегородской области. «Только наличие социалистической, а значит социально направленной активной оппозиции, заставит теперешние руководства страны преодолеть до конца мифы сверхлиберальной экономики». Конец цитаты. Хочу особо подчеркнуть. Новый социализм – это не умозрительная догма. Это конкретная программа преодоления вызовов, стоящих перед Россией в 21 веке. Это ее исторический шанс. И это, конечно же, уверенный шаг навстречу будущему. Мы, социалисты, предлагаем российскому обществу реальную программу, которая в течение предстоящих пяти лет поможет России стать прогрессивной, динамично развивающейся страной и, конечно, демократической страной. Определяя главные проблемы страны, Сергей Миронов назвал главнейшей – социальное неравенство. И преодоление социального неравенства – это основа предвыборной программы партии всех ее разделов. Предвыборная программа обсуждалась на конгрессах депутатов партии всех уровней во всех восьми федеральных округах страны. Фактически, это был народный референдум. Подводя итоги обсуждения программы, Сергей Миронов отметил, что первым разделом программы определена культура – корневая система нашего будущего. Введены новые разделы – модернизация политической системы, о государственной промышленной политике, об отношении к офшорам, развитие местного самоуправления. Раздел под названием «Где взять деньги?», в котором определены источники дополнительных бюджетных поступлений. Отвечая на вопрос, чем мы идем к избирателю, Сергей Миронов сказал. С чем мы сегодня идем к избирателю? Какие идеи и предложения нашей программы самые актуальны? Первое. Мы будем добиваться справедливой оплаты труда и справедливых налогов. Это в корне изменит ситуацию в стране, резко снизит бедность и улучшит положение всех, кто честно трудится. Мы с вами заведение по часовой оплате труда. Наша позиция неизменна. Нижний предел зарплаты должен быть установлен не по прожиточному минимуму, а исходя из величины социальных стандартов потребления, которые должны быть закреплены в законе. Работников образования, медицины, социальных служб, культуры и спорта надо приравнять по уровню заработной платы и пенсии государственным служащим. В политическом лекционе «Единой России» слово «бюджетники» постоянно звучит практически как на хлебнике. Наша позиция прямо противоположная. Та часть общества, которая может и должна создавать интеллектуальный продукт, должна получать достойное вознаграждение. Ни одно наше предложение не встретило такого единодушного отклика в наших региональных отделениях и в ФИСПах избирателей, как введение прогрессивного подоходного налога. Мы с вами должны объяснять людям, что сегодня основная тяжесть налогового времени ложится на работающих, по найму людей, и это, конечно же, вопиющая несправедливость. Причем их зарплату трудящегося человека сегодня облагают налогом фактически дважды. Сначала взимаются страховые платежи 34%, а потом же подоходный налог с зарплатой платы 13%. Получается, что трудящихся отдают из своих доходов почти 50% заработка. А владельцы огромной частной собственности, живущие с аренды, с дивидендов и банковского процента, не вносят в казну практически ничего. Если собственник сегодня хранит свой вклад в банке, с процентов он налог не платит. Налог на дивиденды существенно ниже по доходу налога от 0 до 9%. Потребление налогом вообще не облагается. За дорогую недвижимость собственник платит смешной налог, который даже не замечает. Сегодня вдумайтесь в эту цифру. 98% доходов от собственности только у 7% заселения. Это та самая пропасть, о которой мы постоянно говорим. Когда мы говорим фактически о двух Россиях. Россия богатых, у которых все есть и которые ничего не хотят менять в нашей стране. И Россия большинства, Россия бедных. Которые ждут, когда же наступит справедливость. И когда же к власти придет та сила, которая будет думать о них. О самых главных наших людях. О самом главном источнике власти. И о самом главном нашем богатстве. О нашем многонациональном российском народе. Второе. Мы требуем изменить всю систему начисления пенсий. Авторы многих писем подчеркивают, что пенсионная система, введенная с 2001 года. Фактически не решила ни одной из поставленных перед собой задач. Незначительная индексация пенсии и разовые прибавки. Осуществляемые в последние годы. Проблему пенсионного обеспечения не решают. И конечно же не решат. Пенсии лишь ненамного превышают минимальную потребительскую корзину пенсионера. А часто фактически значительно ниже ее. Мы предлагаем вместо накопительной пенсионной системы вернуться к распределительной принципу солидарности поколений. Есть, уважаемые коллеги, особая категория пенсионеров. Забота о которых священный долг государства. И среди них есть такая категория, которая сегодня не считается льготной. Это дети войны. Люди чудеса совпала с годами Великой Отечественной войны. И которые перенесли все ее тяготы наравне с отростками. Однако сегодня эта категория граждан не имеет никаких льгот, которые полагаются ветеранам войны или труженикам тыла. И федеральное законодательство даже не закрепляет социальный статус такой категории, как дети войны. Это конечно же несправедливо. Третье. Больше всего писем о жилье. За 20 лет выросло целое поколение, которое все отчетливо начинает понимать, что сегодня не сможет купить квартиру ни при каких обстоятельствах. У нас нет сегодня доступного жилья. А старшее поколение просто чувствует себя обманутыми. Все понимают, что обещанного улучшения жилищных условий для множества семей при нынешней власти, которая упорно делает ставку на ипотеку и рынок жилья, им не видать. Что мы предлагаем? Необходимо строить социальное жилье для работников бюджетной сферы. Молодых специалистов, многодетных семей и семей, проживающих в аварийном или ветхом жилье, а также очередников. Четвертое. Следующим за жильем наиболее болезненной проблемой для наших граждан является медицинское обеспечение. Люди все чаще вынуждены обходиться без лечения лекарств или отдавать на это последние деньги. Мы не предлагаем восстановить советскую систему здравоохранения, хотя там многое было очень толково, особенно все, что касалось профилактики. Мы заявляем, медицинское обслуживание граждан не может быть отдано на откуп рынку с ограниченной ответственностью. И за предельными ценами буквально на все. На лекарства, диагностику, операции и, конечно, на высокотехнологичную медицину. Высокотехнологичная медицинская помощь – это отдельный вопрос. Совершенно непонятно, как рассчитываются квоты. В этом году в ряде регионов квоты кончились уже к августу. Многие считают, что таким образом чиновники заставляют людей прибегать к платным услугам. А Минздрав никаких внятных ответов не дает. Пятое. Модернизация образования. То, что делает Министерство образования во главе со своим министром господином Фурсенко, вызывает просто буре возмущения и негодования. Неслучайно мы включили программу лозунг «Стоп реформам Фурсенко». Главный порог на несложившейся системе образования в том, что она призвана снижать уровень социального неравенства в обществе. Это неравенство, наоборот, углубляет. Ставка на платные школы при полной деградации обычных школ с попытками пустить их в автономное плавание, с ЕГЭ, который подавляет креативное мышление и разрушает мотивацию к учебе, разрушает наших детей думать с новыми образовательными стандартами, в конце концов приведет к страну к полному упадку. И здесь мы, социалисты, должны быть предельно твердыми. Ведь речь идет о будущем наших детей, наших внуков, об их месте в жизни, о будущем всей нашей страны. Надо остановить бессмысленные реформы и направить высвободившие средства на повышение зарплаты учителям. Шестое. Наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве. Люди пишут, что мошенничают и управляющие компании, и многие работники органов местного самоуправления. Наша партия будет жестко контролировать тарифы на коммунальные услуги, на содержание и ремонт жилья. Управляющие компании без солидного установок капитала нельзя даже на пушечный выстрел подпускать к управлению домами. В программе нашей партии записано. Максимальная допустимая доля расходов домохозяйства на оплату жилищных помещений и коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи. Это наша принципиальная позиция, и мы будем этого добиваться. Седьмое. Непримиримая и действенная борьба с коррупцией. В настоящее время в целях противодействия коррупции принято уже 11 федеральных законов, издано 7 указов и распоряжений президента страны, и 9 постановлений правительства. Но, к сожалению, ВОЗ, как у нас на Руси говорят, и ныне там. Новый состав Государственной Думы, мы уверены, просто обязан приступить к ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. В этой статье необоснованные доходы чиновника, происхождение которых он объяснит в несостоянии, признаются незаконным обогащением, и мы будем этого добиваться. После ратификации всех статей Конвенции ООН против коррупции, мы тут же представим в Государственную Думу закон о контроле над расходами физических лиц и соответствии этих расходов доходам, которые предусматривают привлечение к уголовной ответственности лиц, источники доходов которых не имеют законного подтверждения. Если такой закон не будет принят, то это будет очевидным подтверждением того, что партия парламентского большинства с коррупцией всей ее сбороться не намерена. Заканчивая свою речь, Сергей Миронов отметил, что партия должна доказать избирателям, что в стране есть сила, способная взять на себя ответственность за судьбу российского народа. И эта сила – партия «Справедливая Россия». Мы с вами должны доказать избирателям, уставших от пустых обещаний, что в стране есть сила, способная взять на себя ответственность за судьбу российского народа. И мы не можем подвести тех, кто нам сегодня уже доверяет. Нам нужна с вами только победа. И, конечно же, дорогие товарищи, она придет. Я абсолютно уверен, что будущее в нашей стране за справедливостью. Будущее за справедливостью России. И так обязательно будет. Затем в обсуждении проекта предвыборной программы приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители региональных отделений партии. После обсуждения делегаты съезда утвердили предвыборную программу политической партии «Справедливая Россия». После перерыва съезд продолжил свою работу по повестке. Выдвижение тайным голосованием федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы шестого созыва. По результатам тайного голосования шестой съезд партии утвердил список из 600 кандидатов в депутаты Государственной Думы. С заключительным словом к делегатам обратились Николай Левичев и Сергей Миронов. Я хотел бы сейчас поблагодарить, высказать добрые слова в адрес тех солдатов партии, которых не оказалось в этом списке кандидатов в депутаты Государственной Думы. Я хотел бы поблагодарить весь наш партийный актив, персональный аппарат, центральный аппарат партии. Это самоотверженные солдаты партии. Поблагодарить аппараты региональных отделений партии, на плечах которых уже легла большая работа по подготовке к съезду, на плечах которых большая работа по проведению избирательной кампании. Я хочу, чтобы мы все вместе им низко поклонились и похлопали. Дорогие товарищи, дорогие соратники, прежде всего хочу сказать вам огромное спасибо за конструктивную, четкую и очень хорошо организованную работу на сегодняшнем нашем шестом съезде партии «Справедливая Россия». Мы с вами рассмотрели все вопросы повестки дня. Мы с вами утвердили окончательную редакцию нашей предвыборной программы, над которой мы вместе работали пять месяцев. Я должен сказать, что эта программа, с которой мы идем на выборы, это программа для нашего народа. Это воистину народная программа. Я убежден, что будущим депутатам от нашей партии, депутатам и членам будущей фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе шестого созыва, это будет не только наказом, это будет план работы. Как я уже сегодня говорил, в приложении к программе есть специальный буклет «Пять шагов справедливости», и вы знаете, что это как раз тот план, с которым наша партия будет работать все пять лет в Государственной Думе шестого созыва. Мы выслушали много предложений, мы, как я уже сказал, завершили работу над нашей программой, и только что мы приняли протокол номер два счетной комиссии, мы определились с нашими кандидатами. Специально мы сделали так, что кандидатов наших ровно 600, столько-столько положено по закону, и я уверен, что все наши товарищи, каждый, несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что те, кто находятся в середине, а уж тем более в конце региональной группы, наверное, даже теоретически не имеют возможности получить мандат, но это настоящие солдаты партии, это наши товарищи, их выдвигали в наше региональное отделение, и я уверен, что каждый приложит максимум усилий для того, чтобы наша партия получила максимально возможный результат, и чтобы наша фракция обязательно увеличилась в следующей Государственной Думе. У нас прошел организационно очень успешный съезд, я должен сказать, что мы привыкли, что у нас съезды рабочие, конструктивные, это не шоу, это не корпоратив, это съезд единомышленников, это съезд товарищей, это съезд по-настоящему сильных духом людей. Сегодня, завершая наш съезд, можно с уверенностью сказать, партия «Справедливая Россия» и каждый член нашей партии готов к предвыборной борьбе, серьезной, непростой, но мы идем с очень четкой программой, мы идем уверенно, и мы абсолютно уверены в своих силах и своих возможностях. Тяжелые испытания, которые выпали на долю нашей партии, особенно в последний год, не сломили нас. Несмотря на оголтелую кампанию, которая была развязана и продолжается, к сожалению, против нашей партии, из тех рассказов о том, что партия распадается, из партии выходят люди, сегодняшнее наше практически недодушное решение, сегодняшний наш смотр наших сил продемонстрировал, что, конечно, партия абсолютно в боевом настрое, и партия уверенно идет на выборы. То, что нас ждут непростые выборы и непростое участие в выборных баталиях, мы это знаем. Мы к этому готовы. Наша партия, в отличие от многих других, все пять лет своего существования работает в очень напряженных условиях и, прямо скажем, не в тепличных условиях. Но нам и не нужны тепличные условия, нам нужен самый главный, самый главный политический ресурс доверия наших избирателей. И я должен сказать, дорогие мои товарищи, дорогие соратники, я очень горжусь всеми вами, потому что таким мужественным и стойким кадровым потенциалом на сегодняшний день не обладает ни одна политическая партия. Мы готовы бороться за интересы нашего многонационального народа, мы готовы отстаивать интересы наших избирателей и во время избирателей кампании, и, конечно, во время уже работы в Государственной Думе. Мы готовы с вами строить справедливое социальное государство. И я абсолютно уверен, все у нас получится. Поэтому мы обязательно победим. Спасибо! Первый этап работы шестого съезда завершен. Для принятия решения об участии в президентских выборах 2012 года, второй этап шестого съезда решено провести в конце ноября, начале декабря 2011 года. Субтитры создавал DimaTorzok